Рабочие места с компьютером и доступом в интернет для многофункционального центра «Мои документы» не в новинку. Но, как показала практика, пользоваться ими пожилым людям и инвалидам не всегда удобно. Теперь все изменилось. Поскольку подавать заявку и заполнять поля, если по времени смотреть, занимает не 2, не 3 минуты, 10-15 минут, а иногда и 20, если это сложная услуга, допустим, субсидию с оператором. Поэтому мы решили сделать именно вот такие вот сидячие места, где человек может присесть и совершенно спокойно подать заявку через РПГУ, а при необходимости посмотреть ее статус. И один из столов, если вы заметите крайний левый, он больше по площади. Это специально сделано для маломобильных групп населения, в том числе инвалидов-корресочников. Через РПГУ или региональный портал государственных услуг можно решить множество проблем. Чаще всего пенсионеры подают заявление на предоставление субсидий, компенсацию по услугам ЖКХ, получение и обмен социальной карты. Мы предоставляем сотрудника, который консультирует заявителя, оказывает помощь, помогает сканировать документы, полностью сопровождает клиента при подаче заявления. Подобная услуга становится все более актуальной. В своем ежегодном послании губернатор Подмосковья отметил, цитата, «Более чем по 100 услугам можно сдать заявление в электронном виде, а затем прийти с оригиналами в МФЦ один раз за готовым результатом. Сегодня мы стараемся все максимально перевести в цифру, чтобы человек четко знал, что по определенному регламенту через определенное количество дней он получит результат». Конец цитаты. Помощь оператора требуется многим пожилым людям. Часть из них не являются пользователями интернета, а у некоторых даже нет сотового телефона. «Есть проблемы, потому что вся информация, пароли и какие-то документы, даже результат может быть выслан на электронную почту. Она привязана к сотовому телефону, у многих ее нет, и с этим сталкиваемся». Ежедневно за консультациями по работе с региональным интернет-порталом государственных услуг приходит более 30 человек. Примерно половина подает необходимые документы здесь же. «Компьютером не дружите, да?» «Нет, у нас нет ничего». «Ясно». «Ну а операторы помогают?» «Оператору помогают, спасибо большое». «Здесь в основном все пожилые люди, кто на пенсии. Они не могут пользоваться ни компьютером, ни тем, ни семь». «В связи с тем, что я не очень владею, хоть вроде и возраст не очень старческий, не очень владею компьютером, вот я пришла за помощью к этой девушке. Она мне помогает». Тем, кто работает, переживать не стоит. Они также могут воспользоваться этой услугой. МФЦ «Мои документы» работает с 8 до 20 часов без выходных. Максим Козлов, Николай Карбанов, Видное ТВ.